Анна Ивановна Куркурина, спортсменка, тренер, имеет звание абсолютной чемпионки по пауэрлифтингу. Женщин называют слабым полом, но бывают и исключения. Стоит только заговорить об Анне Куркуриной и сразу понимаешь, что ни о какой слабости речь не идет. Она самая сильная женщина планеты, многократная мировая чемпионка по пауэрлифтингу. Но за железными мышцами и уверенностью в себе стоят бесконечные тренировки и большое желание доказать, что в природе нет ничего невозможного для целеустремленного человека. Анна Куркурина родом с Украины. Она родилась 25 августа 1966 года в городе Краматорске Донецкой области. В этом городе прошли ее детские годы. Папа по национальности грек, работал инженером на металлургическом заводе, а мама русская украинка, помогала детям в интернате. Есть брат на 5 лет старше. Анна никогда не отличалась ни крепким здоровьем, ни красивой фигурой. Она была слабенькая и совершенно не спортивная. Фигура девочки абсолютно не была похожей на женскую. Скорее наоборот, широкие плечи и узкий таз. Поэтому она постоянно комплексовала. По образованию Анна – биолог, окончила Донецкий национальный университет кафедра зоологии. После вручения диплома девушка уезжает в Николаев и находит работу преподавателя биологии в старших классах в одной из школ. Но ей по-прежнему хотелось работать с животными, поэтому параллельно со школой она устроилась работать в Николаевском зоопарке. Вскоре она поняла, что эта работа сильно изменила ее и морально, и физически. Девушка стала более уверенной в себе, постепенно исчезали комплексы. Работа в зоопарке была связана с тяжелыми физическими нагрузками. Многие не выдерживали и уходили, но сдаваться было не в характере Анны. Девушка очень любила свою работу, потому что кроме тяжелого труда, в ней было и творческое начало. В ее обязанности входило снимать видео и фотоотчеты о том, как ведут себя животные. Ее работы участвовали в конкурсах и часто оказывались на первом месте. Анне нравилась ее работа, но она понимала, что нужно тренироваться, потому что для нее нужна хорошая спортивная подготовка. Девушка записалась на занятия в тренажерный зал. С тех самых пор биография знаменитой Анны Куркуриной навсегда связана со спортом. В начале она с другими девушками занималась аэробикой и гимнастикой, но ее мышцы требовали больше нагрузок и Анна начала тренироваться на уровне с мужчинами. Прошло немного времени и Куркурина уже стала помощником тренера. Потом она вообще тренировала всех желающих, а таких находилось немало, потому что Анна с одной стороны была настоящей спортсменкой, а с другой внимательным наставником. В 1998 Куркурина стала владелицей собственного спортклуба, который получил название Багира. Так спортсменка воплотила в жизнь свою давнюю задумку, которая была очень успешной. Те, кто уже достиг определенных результатов под руководством Анны, приводил к ней своих друзей и знакомых. Поэтому отбоя от клиентов у нее не было. Куркурина выкладывала там видео тренировок, консультировала тех, кто хочет действительно стать стройнее, научиться правильно питаться и ежедневно выполнять зарядку. Анна разработала авторскую фитнес-программу, которая подходит и начинающим спортсменам и тем, кто уже имеет определенные успехи. В один из дней будущая чемпионка увидела по телевизору передачу, в которой рассказывали о самой сильной девочке на планете. Это круто изменило ее судьбу. Теперь Анна загорелась идеей добиться статуса самой сильной женщины. Сразу у себя на родине, в Украине, а потом и выйти на мировой уровень. Тогда женщине уже было 40, но это не стало преградой на пути к мечте. Куркурина была уверена, что можно достичь всего, если только сильно захотеть. Теперь ее тренировки стали еще более интенсивнее. С течением времени все ее тело становилось мускулистым и накачанным. Ее внешний вид стал безупречным. Прошло всего два года, и Анна оказалась у своей цели. Теперь она самая сильная женщина в мире. Куркурина победила в мировых чемпионатах по аэрлифтингу в 2008, 2010, 2012 и добилась звания абсолютной чемпионки мира. Постоянные тренировки постепенно превращали ее тело в мужское. Однако это не вызывало у Анны никакого дискомфорта. На вопрос журналистов о внешности Куркурина всегда отвечает, что она сильная женщина и выглядит соответственно. Если бы она была дистрофиком, то чем бы она жала свою штангу? Спортсменка не делает тайны из того, что имеет нетрадиционную ориентацию. Она жила с Еленой Сербуловой, которая младше ее на 24 года. Анна часто выкладывала фото с их личной жизни, но через некоторое время Куркурина и Сербулова расстались. На вопросы журналистов о личной жизни женщина предпочитала отмалчиваться. Единственное, она отметила, что детей никогда не хотела, а отношения и построение семьи не являются ее жизненной целью. Ей нравится быть хозяйкой собственной жизни, достигать новые вершины, осуществлять свои желания и при этом не составлять перед партнером ежедневный отчет о проделанных делах. Много времени она отдает спорту и тренерской работе, за что ее уважают и ценят ученики и поклонники. В настоящее время Анна тренируется сама и занимается с другими людьми, которые приходят к ней в зал. С каждым годом у Анны появляется все больше фанатов, которые воспользовались ее советами и добились отменных результатов. Спортсменка уверена, что благодаря спорту с людьми происходят настоящие чудеса. Количество поклонников и поклонниц у Анны, добившихся результатов, благодаря советам спортсменки, неуклонно растет. На данный момент на канале рекордсменки около 900 тысяч благодарных подписчиков. Советую посмотреть хоть один видеоролик с ее участием и вы поймете, что Анна действительно интересная и очень позитивная личность. Сама же Куркурина, улыбаясь, заявляет, что спорт творит реальные чудеса. Школа здоровья Анны состоит не только из регулярных тренировок. Большой акцент она делает и на правильное питание, поскольку именно еда позволяет насытить организм полезными витаминами. Куркурина выступает за естественность, но не отказывается за собой ухаживать. Трижды в месяц делает маникюр и педикюр, но покрывает ногти только бесцветным лаком. Спортсменка красит волосы, но делает это лишь по причине полностью поседевших волос. Некоторое время в сети ходили слухи, что знаменитость сделала операцию по смене пола. В действительности Анна не обращалась за помощью к хирургам, а все ее внешние преображения связаны с переизбытком мужских гормонов в организме. Именно это и делает ее похожей на мужчину. При росте 165 см ее вес колеблется в пределах 70 кг. Куркурина больше 20 лет ведет тренерскую деятельность. Она организатор профессиональных мастер-классов и семинаров для тренеров. Также Анна выпустила ряд компакт-дисков с комплексом тренировок «Сделай себя сам». Куркурина призывает сделать спорт стилем жизни, а не ждать быстрых результатов. Анна Куркурина также помогает больным детям. Она давно разрабатывает индивидуальные программы для людей с определенными ограничениями. Также Анна занимается благотворительностью, а на многие годы спонсирует приюты для животных. Один из таких приютов сильно пострадал во время обстрелов. Погибло много кошек и собак. Часть животных за участием Анны была передана в другие страны на реабилитацию. Куркурина очень тяжело переживает за судьбу своих маленьких друзей и призывает людей любить и не обижать животных. Ну вот, наш портрет Анны Куркуриной почти завершен. Личность, она совершенно на других не похожая, неоднозначная, но безусловно сильная, смелая, неординарная и действительно заслуживающая только похвалы и уважения. Анна – сильный человек не только с физической, но и с моральной точки зрения. По мнению рекордсменки, спорт творит чудеса. Женщина уверена, что каждый может изменить себя в любом возрасте и в любом весе. Было бы желание, и каждый может получить фигуру своей мечты. Попробуйте, займитесь спортом, измените себя и у вас все обязательно получится.